среди различных типов инвестиционной недвижимости на этот тип обращают внимание не так часто и на мой взгляд незаслуженно я говорю о недвижимости специального назначения рентабельность а главная надежность которой может быть на очень высоком уровне если мы посмотрим на тенденции развития населения германии в последние 20 лет то первое что мы увидим рост продолжительности жизни немцев и увеличение населения но больше становится не молодежи а пожилых людей медицина в германии продлевает жизнь но не всегда продлевает ее качество это приводит к тому что в стране все больше людей в возрасте 80 плюс нуждаются в особом уходе и в конечном итоге в особых условиях проживания германии уже сейчас не хватает 300 350 тысяч единиц жилья именно для пожилых людей тут важно понимать что речь не идет о больницах которые чисто эмоционально отпугивают инвесторов хотя объекты для пожилых людей имеют определенные конструкционные отличия широкие лифты и дверные проемы безбарьерные пространства кнопки вызова персонала при очевидной востребованности таких зданий главная трудность для инвестора поиск предложения и согласования за последние пять лет германии построено всего около ста домов престарелых совсем немного во многом потому что есть проблемы связаны с разрешительной документации можно но сложнее перестраивать обычные жилые дома в специальные для этого инвестор и застройщик должны выполнить около 70 стандартов стройка с нуля проще зато на реконцепции нужно заработать больше я регулярно сканирую рынок на наличие таких домов реализовывала несколько концепций рентабельность домов престарелых на процент а чаще на 2 выше чем у обычного доходного дома а поскольку спрос большой то можно рассчитывать и на капитализацию недвижимость специального назначения это не только дома престарелых но и общежития больницы детские сады здания муниципалитета они не всегда столь прибыльны для них действуют специальные нормы и множество предписаний что должен учесть инвестор и застройщик финансирование чаще всего возможно через специальные программы в частности от банка реконструкции развития а вот большинство обычных банков не имеют отдела который мог бы оценить объекты специального назначения и не каждая кредитная организация берется за их финансирование зато при такой инвестиции можно рассчитывать на длительные договора аренды от двадцати пяти до тридцати лет сроки эксплуатации здания от 60 лет для общежития до семидесяти пяти лет для зданий муниципалитета это хороший период вместе с тем нужно понимать что такие здания строятся под определенную концепцию более того если одну торговую точку мы можем сменить на другую то в недвижимости особого назначения объект строится под конкретного оператора важнее следствие этого размер вашего арендного потока в больше чем где бы то ни было степени зависит от этого оператора тем более что выселить до его можно но как потом найти на специфический вариант нового тут уже несколько раз подумаешь прежде чем выселить арендатор если он почему-то не платит аренду в этом плане такая недвижимость очень ограничивает инвесторов но все равно игра стоит свеч этот товар редкий и основное его преимущество высочайшая надежность у таких зданий государственные а чаще муниципальные арендаторы с максимальными рейтингами надежности и если надежность это то что вам нужно давайте искать такой объект это большая удача в следующей серии проекта какие дополнительные расходы ждут вас при покупке недвижимости в германии подписывайтесь на youtube канал прианру ставьте лайк спрашивайте и комментируйте ну а чтобы не пропустить новые серии проекта нажимайте на звонок оповещения а